Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Парлипоменон или книги летописей Хроник. В третьей главе рассказывается о строительстве храма, храма Соломонова. Также рассказывается о том, какие были медные столбы, медная золотая утварь для храма. И мы читаем с первого стиха. И начал Соломон строить дом Господен в Иерусалиме на горе Мария, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид на гумне Орны и Ефусианина. На самом деле это место было указано и Аврааму. Когда Бог повелел Аврааму привезти во всесожжение Исаака, то Бог привел Авраама и Исаака именно к горе Мария. И на этой горе, когда Авраам хотел приносить жертву Исаака, Бог через ангела остановил это жертвоприношение и сказал «Яхве-ире», то есть Господь усмотрит Агнца для себя. Таким образом, гора Мария – это место, с которого Господь как бы усматривает каждого из нас, видит все молитвы, обращенные к нему, слышит их и исполняет их. То есть это особое такое знаковое место, которое означает как бы гору благоухающую, исполненную святости. Начал же он строить во второй день, второго месяца, в четвертый год царствования своего. Давайте посмотрим, какие есть объяснения. Беда Достопочтенный в трактате о храме пишет. Вторым месяцем он называет май, потому что апрель, в котором справляется Пасха, главный праздник евреев, был первым месяцем года. «Отсюда с очевидностью явствует, что после празднования Пасхи он начал, то есть Соломон, строительство дома Господу, и народ, освященный мистическим праздником Пасхи, устремил свои руки к мистической задаче». Действительно, это была некая такая мистическая задача построить первый храм на планете, посвященный имени Божьему. И построенный на этой горе он будет оставаться единственным храмом, потому что у евреев не было других храмов, кроме храма на горе Мария в Иерусалиме. А синагоги — это не храмы, это просто дома учений. Итак, начал же он строить во второй день, второго месяца, то есть после Пасхи, четвертый год царствования своего, значит, четыре года еще какие-то подготовительные работы, переговоры с хирамом. И вот основание, положенное Соломоном при строении дома Божия, длина его 60 локтей, по-прежней мере, а ширина 20 локтей. Опять посмотрим комментарии, какие существуют. Здесь говорится, там в Руси медиаланский, все построения храма были чудесными, и его длина и ширина указаны мистическим образом для того, чтобы мы пытались понять мистическое значение этих образов, символов и этих чисел. И далее мы читаем. И притвор, который придомом, длиною по ширине дома в 20 локтей, а высиною во 120. И обложил его внутри чистым золотом, дом же главный, обшил деревом кипарисовым, и обложил его лучшим золотом, и выделал на нем пальмы и цепочки, и обложил дом дорогими камнями для красоты. То есть выделал на нем пальмы и цепочки. То есть это были горельефы, изображение пальм и горельефы в виде цепочек. И драгоценные камни вставлялись в золото для красоты. Золото же было золото парваимское. И покрыл дом, бревна и пороги, и стены его, и окна, и двери его с золотом, и вырезал на стенах херувимов, и сделал святой из святых, длина его по широте дома в 20 локтей, и ширина его в 20 локтей, и покрыл его лучшим золотом на 600 талантов, в гвоздях весу до 50 сиклей золота, то есть и гвозди были золотые, в каждом гнезде, куда вбивали их, то есть в гвоздях весу до 50 сиклей золота, в каждом гвозде, а горница также покрыл золотом. Горница — это помещение при храме. Кстати, Дева Мария, она жила в одном из таких помещений, хотя это был уже не храм Соломонов, это был второй храм, но он делался по образцу первого. «И сделал он во святом святых двух херувимов, изображение ангелов, резной работы, и покрыл их золотом. Крылья херувимов длиной были в 20 локтей, то есть огромные статуи, одно крыло в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 же локтей сходилось с крылом другого херувима. Равно и крыло другого херувима в 5 локтей касалось стены дома, а другое крыло в 5 локтей сходилось с крылом другого херувима. Крылья всех херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой, багряной ткани и из весона и изобразил на ней херувимов. Почему было изображение херувимов? И что это были за изображения? Херувимы — это ангельские существа, которые должны были самим своим видом свидетельствовать людям о том, что если люди пришли в храм, чтобы воспевать Богу, то через это они уподобляются ангелам, которые непрерывно воспевают Бога. По-еврейски херувим — это круф, а слово круф оно очень созвучно со словами круфья, а круфья — это как дети, как младенцы. То есть лица этих херувимов были как лица младенцев. И когда в христианской традиции изображают херувимов именно с детскими лицами, это точно соответствует библейской темологии этого слова. Круф. Круфья, то есть как дети. Свидетели Иегова, например, не знают для чего, может быть, чтобы подчеркнуть мужественность херувимов, они их себя бородатыми изображают. Нет, это не соответствует библейской логике, потому что они действительно были с детскими лицами. Мы видим, что храм был обшит кедровыми досками. И вот Беда Достопочтенный в трактате о храме пишет, «Потолки являют собой деревянной конструкцией, пышно украшенные и прикрепленные с внутренней стороны к балкам. А поскольку дом Господень был построен трижды на двойную высоту, то, конечно, он имел три потолка. Что еще следует нам понимать под этими потолками как неправедников, обладающих наивысшими добродетелями внутри Святой Церкви? Ведь их труды и учения становятся примером для всех, ибо они, словно выше других, и своим заступничеством, одобрением, они удерживают духовно слабых от впадения в искушение. И верно, что потолки эти, как написано, кедровые, кедр в силу природных свойств не подвергается разложению, имеет приятный запах, то есть он благоухает, и изысканный вид, а когда подожжен, он ослепительным блеском своим отпугивает и уничтожает змей. Все это характеризует совершенных вере, их терпение, неодолимо, их великое и превосходящее всех других слава, о добродетелях, так приятно всем добрым людям, их сила опровержения и доказательства заблуждений тех, кто сопротивляются истине, непоколебимо, они и в этой жизни, и в жизни грядущей сияют великолепием, затмевающим остальных святых. То есть понимание беды достопочтенного, это этого удивительного истолкователя, кстати, он не так давно был внесен в списки святых нашей церкви, здесь трудами Антония Храповицкого стал местноочтимым, потом наша церковь признала святость этого древнего британца, который жил задолго до разделения церквей и который, кстати, прокомментировал почти все писание. Очень важно, чтобы его труды были опубликованы и были бы доступны. И вот особенность комментариев беды достопочтенного, он все время возвращает нас при обсуждении разных ветхозаветных событий к церковной и новозаветной христианской реальности. И для него построение храма это созидание церкви, верхние балки на потолке позолоченные это праведники, которые наставляют нас вере, это учителя церкви, это отцы церкви, то есть его логика абсолютно христоцентрично, то есть настроены на Христа и экклезиологично, а он все время рассуждает о церкви, особенно в применении к храму, ибо церковь это и есть место присутствия Бога, как сам Господь Христос и говорит, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди. Таким образом, херувимы это призыв к ангельской святости, в тот момент, когда мы воспеваем Бога, его чудные имена, а деревянные балки, обделанные золотом, которые укрепляют конструкцию храма, это отцы церкви, которые защищают церковь от заблуждений и обеспечивают несокрушимость церковной конструкции, стройностью своих догматов. Из 15 стиха и по 17 мы читаем о медном столбе, о медной и золотой утвари для храма. «И сделал пред храмом два столба длиной по 35 локтей и капитель наверху каждого в 5 локтей, и сделал цепочки, как в освятилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок, и положил на цепочки, это украшение храма, и поставил столпы пред храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иохан, а левому имя Вуаз». То есть даже преддверие храма украшено было вот этими столбами, которые стояли близ входа в храм. Итак, сегодня мы изучили третью главу в которой очень много таинственных образов, символов, которые указывают и на церковь, и на Христа. Я напомню, что Соломон в понимании отцов преобразовывает собой Христа. Когда Соломон строит храм, он преобразовывает собой Христа. Соломон строит храм одушевленный, то есть из материальных веществ, а Христос созидает храм веры. Когда в Кесарии Филипповой, это 16 глава от Матфея, он говорит, я создам церковь мою, церковь это храм веры, и врата ада не одолеют ее. храм храм оттен храм Продолжение следует...